Далее мне бы хотелось сказать вам по поводу того, что, значит, раньше вы работали на телеканале, а все время посвящали им, что вас мотивировало все время посвящать телеканалу, да, то есть зачем вы это делали? Почему, вот когда вы пришли на телеканал, почему вы, ну, работали, да, но при этом не занимались чем-то еще, чем-то другим, какими-то другими проектами, какими-то, ну, делами, например, свою жизнь выстраивать нужно и так далее, то есть что-то стало у вас видеть только телеканал, только работу. Получается, что вы искали, куда приткнуться, здесь, что вы искали, куда бы вложиться, как бы опредметить свою энергию, и среди по всему другого предмета реализации энергии у вас не было. Соответственно, именно поэтому вы и перегорели, потому что вы вкладывали много, а обратной связи вы не получали, и правда заключается в том, что обратной связи вы не получите. Обратная связь нужна, как бы, именно в контексте вас самой, то есть чтобы у вас были умеренные ожидания от того, что вы делали, соответствующие, адекватные ожидания тому, что вы делаете, и чтобы эти ожидания были нацелены не только на, вот, какое-то одно дело. Потом перейдем в офис поспокойнее, да, и почему оттуда ушли, потом хотелось работать дома. Для чего? Для чего работать дома? В итоге замкнулось. Почему? В чем? Вот почему произошло замыкание? Но вот если я возвращаться не хочу. Опять же, почему? Не развиваюсь. А для чего развиваться? Зачем развиваться? Понимаете, если вы не будете ставить себе цель, то есть, если вы не будете себе устанавливать какие-то ориентиры, причем ориентиры выполнимые для вас, то не будет ничего. Понимаете? Если развиваться, то нужно понимать, для чего я это делаю. Для чего я развиваюсь? Вот эта вот произвольность нужна. Это не просто бесцельно. Далее, живу одна в съемной квартирах, почти никуда не хожу. Почему? Очень мало двигаюсь. Почему? Дома не убираю. Опять же, почему? Как у вас, вот какие у вас переживания по поводу того, что вы мало двигаетесь? Как вы субъектно себе это объясняете? Что не убираете из дома, не готовите себе, не читаете, много курите, часто пьете. Как вы себе это все объясняете? Я куру, почему? Я пью, для чего? Я не готовлю себе, почему? 25 лет. На здоровье плохое. Вы как бы говорите о том, вы как бы жалуетесь, что вот у меня обладное здоровье. Но вам 25 лет, вы взрослый человек. Кто отвечает о своем здоровье? Вы. Если у вас плохое здоровье, значит что? Значит вы сами его плохим сделали. И если вы захотите, то это здоровье будет лучше. Если вы захотите, то здоровье останется таким. Если вы захотите, то здоровье будет хуже. Решать-то вам только. Но нужно, чтобы вы отдавали себе отсчет, так, на ней мере, пока. Почему оно плохое? Как вы к этому пришли? Как вы переживаете то, что оно у вас плохое? Далее. Постоянная простуда и худая, но ноги по всей длине в целлюлите, растяжки и морщины. Так, ну, это я полагаю, если вы недовольны с собой, то это надо просто с тобой заниматься. Вот вам и мотив. Подумайте, как убрать растяжки и морщины. Что вы можете для этого сделать? Для начала, то есть, задуматься о том, чтобы, наверное, курить поменьше, поменьше пить, побольше двигаться, побольше заниматься зарядкой и так далее. Раньше приятно было смотреть в зеркало. Сейчас избегаю их. Так, а эмоционально, вот на уровне переживаний, вы как это вообще, как бы, воспринимаете? То есть, раньше было приятно смотреть в зеркало. А что случилось потом? Или вы не делали ничего для того, чтобы вам продолжало быть приятно смотреть в зеркало? Сейчас избегаю их. А вот зря. Не надо избегать. Нужно смотреть на то, к чему вы пришли. Нужно смотреть на то, что у вас получилось. И спрашивать себе, нравится мне это или нет. Если не нравится, забрать и что-то делать. Если нравится, нужно себя принимать. А вы не знаете себя. То есть, опять, вот эти вот, знаете, вот эти вот противоречивые мальчимативы у вас. С одной стороны, я себе вроде бы не нравлюсь, вроде бы, да. С одной стороны. Но с другой стороны, я не хочу ничего делать, чтобы это изменить. Так вы постарайтесь как раз определиться сперва, вы нравитесь себе или нет. Если не нравитесь себе, то что можно делать, что можно сделать, чтобы нравиться. Если нравитесь, то зачем мне что-то менять? Зачем тогда избегать? Вот эти полюса, да, нравится, не нравится, они чем для вас обусловлены? Далее. Есть идеи и стремления, но ничего для воплощения не делаю. Но это планирование. Тут вам когнитивно-поведенческая терапия нужна. Какие цели, какие задачи, что вы подразумеваете под задачами. Понимаете ли вы требования, цели, условия выполнения задачи? Есть ли у вас средства необходимые для задачи? Давайте вот я вам приведу пример. Человеку нужно научиться кататься на лыжах. Он как будет делать это? Вот он не умеет кататься на лыжах. Вот я не умею кататься на лыжах. А вот что я должен делать, чтобы научиться кататься на лыжах? Вот подумайте, с чего бы я начал? И продолжите это. Можете даже пофандазировать на эту тему. Вот есть цель? Да, цель научиться кататься на лыжах. С чего бы я начал? Подумайте, пожалуйста. Дальше. Начат. Так. Из-за этого постоянно самобичеванно. Ну а вы не думали о том, что если вы не реализуете цели, то вам они не очень нужны, если вы это не делаете вообще? Какова природа этих целей и стремлений? Какова их природа? Может быть, это не ваши цели. Может быть, это вам кто-то вложил в вас эти цели. И поэтому вы не хотите их делать. А может быть, это ваши цели, но вы не представляете, не очень представляете себе, как это все возможно делать. Вы, если в своем сознании попробуйте прокрутить, как вы выполняете эти цели, как вы добиваетесь их. А там уже видно будет. А самобичевание? Ну, самобичевуйте вы себя. И что меняется? Зачем это делать? Плюс, если вы себя наказываете, значит, вам как бы совестно за то, что вы это не делаете. Но вам не может быть совестно за то, что вы не делаете для себя, потому что если я не делаю что-то для себя, мне не совестно. Я просто не делаю этого, потому что не хочу. А совестно мне тогда, когда я не делаю то, чего хотят другие. И получается, что тот факт, что вы себя самообичуете, говорит о том, что это не ваша, скорее всего, цель, а других людей. А цели и проблемы с волей. Мог понимать, что деградирую, деградирую только в режиме себя, но не могу себя ни к чему принудить, потому что нет цели. Зачем принудить, если все и так нормально? Но это цель. Четкая цель. Для чего мне это? Зачем мне это? На что я опираюсь? Какие у меня ценности вообще? Подумайте, какие у вас вообще ценности? Принципы взгляда на мир, на жизнь, на людей, на общество, на культуру, на себя. Какими должны быть люди, какое должно быть общение, какие у вас ценности? Идеалы у вас какие? Подумайте об этом. Далее. Бывают все цитадальные мысли, но это попытка убежать, убежать от мира, потому что вы не соответствуете этому миру, вы чувствуете, что не соответствуете, и из-за этого, соответственно, такая вот ситуация происходит. Когда я начинаю делать зарядку или, например, готовить, могу начать плакать и просто уйти в спад. Почему? И для чего плачете? Давайте анализировать. И для чего плачете? У вас нет анализа. То есть начала готовить, просто начала плакать. Почему? А как это видится мне? Плачете вы, потому что сталкиваетесь с какой-то деятельностью. Деятельность показывает вам, что вы можете. Вы не делаете, что вы можете больше, но вы не делаете. Из-за этого у вас чувство вины. И вы из-за этого уходите, потому что с чувством вины вы не справляетесь. Но чувство вины перед кем? Перед собой? За что? Перед другими? За что? Если вы не делаете что-то для себя, значит вы не хотите. За что вину-то перед собой стоит? А если перед другими, то а должны ли вы другим? Подумайте. Что бы вы сделали чисто для себя? Вот просто, вот чисто для себя, что бы вы сделали? Что бы у вас получилось вот легко-легко-легко, например? Вообще много сплю, сразу много фантазирую. Так, ну... Здесь я думаю, что у вас бег от ответственности, я так полагаю. Без сна и так могла днями. Не знаю, как вернуться к нормальной жизни. Вернее, знаю, но не могу никак начать или очень быстро поднуть руки. Но это мотивация. Мотивация. И плюс, уточните, пожалуйста, как у вас обстоятельства с вниманием. То есть, есть ли у вас внимание, как оно у вас работает, контролируете ли вы внимание своё и так далее. Это очень важная информация. На этом всё. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.